добрый день мы продолжаем нашу интерактивную рубрику и отвечаем на ваши вопросы сегодня речь пойдет о такой распространенной ошибки как неправильное движение левой руки при подаче вот об этой-то ошибке вам и поведают и о путях ее исправления вам поведает Андрей Меринов добрый день очень распространенная ошибка при подаче это неправильное движение свободной руки у правшей левой у меня соответственно правой после того как вы сделали мяч подброс и вышли в положение вот когда замах ваш закончит с этого момента должен начаться разгон вот в этот момент очень важное значение имеет движение свободной руки самая распространенная ошибка при подаче ошибка именно свободной руки это когда свободная рука падает вниз безвольно падает вниз опуская за собой плечо падает к одноименной ноге и тем самым корпус раскручивает очень быстро и вы фактически создаете себе искусственный цинкнот не успевая даже нанести удар по мячу то есть вы уходите от мяча падаете проваливаетесь и подача получается смазанной очень важно контролировать свободной рукой скорость раскручивания вашего корпуса после того как вы сделали замах ноги начинают выпрямляться и левая рука ни в коем случае не падает вниз а идет открытой ладошкой поперек корпуса в то место где примерно японцы делают себе характере то есть под пупок на область ночевого пузыря рука немножко сгибается в локте ладошка открывается и ребром ладони вы должны руку привести сюда очень многие ведут руку под живот так что локоть все равно остается в стороне это ничего не дает фактически номинально рука у вас под животом а локоть в стороне локоть тащит за собой плечо плечевую кость если вы руку положили сюда а локоть в стороне вы точно также слишком быстро раскрутите корпус и не успеете попасть в мяч вынос делается при работе руки сюда вы делаете окончание и потом если у вас очень сильная подача вы можете спокойно сделать уже отмашку рукой назад так как это делает марой на второй подачи как правило свободную руку вы всегда оставляете под животом чтобы ваше ударное плечо вышло над не ударно над свободным плечом а по поводу как работают мышцы как работает напряжение в этом ударе и где вы можете потерять силу расскажет сергей ну с точки зрения механики там происходит такая ситуация когда левая рука в момент подброса напрягается напрягается она на в активном в активном растяжении то есть левая лопатка у вас уходит вот еще напрягается не только ли но вся вся левая сторона благодаря левой руке да то есть левая рука вас вытаскивает это создается это делается для того чтобы вот это вот чтобы расслабленная правая рука у вас пошла по пути вот этого напряжения то есть создается . напряжение которому и пойдет удар вот почему важно правильно распорядиться вот этим вот напряжением потому что возникают там очень высокие скорости вот левая рука именно поэтому после контакта с мячом после контакта с мячом именно идет в ту точку о которой говорил андрей если вы начнете вращать а там высокие энергии если вы начнете вращать себя левым плечом внутрь естественно вас начнет крутить если вас начнет крутить то придется из этих положений после каждого каждой подачи вылезать выкарабкивается терять время да и плюс там у вас может просто если вы до контакта попытаетесь увести себя плечом вот туда вас просто уведет от этой точки контакта вот почему собственно так это и важно ну спасибо вам большое спасибо большое за то что вы проявляете интерес к нашему сайту мы стараемся помочь заходите на наш на наш сайт смотрите наши видео уроки с вами был андрей меринов и сергей подоляк спасибо большое всего доброго до контакта